СПОНСОР РЕПОРТАЖЕЙ МОБИЛЕМХО Точнее, смартфонов Xperia X и новые концептуальные гаджеты из линейки интернета вещей. А познакомимся с этими устройствами и подержим их в руках мы достаточно необычным способом. Это становится уже практически доброй традицией. Буквально полгода назад, примерно в такой же обстановке, мы записали интервью с Михаилом Черновым, представителем Sony Mobile, и получили довольно большое количество положительных откликов. Все говорили, вау, здорово, такая живая беседа, а не просто сухая констатация фактов, официальное представление телефонов. Здесь мы решили повторить такой же самый подход и попросить тебя еще раз рассказать, собственно, что же сегодня, 22 февраля 2016 года, нам показала Sony Mobile. Так, привет, Андрей. Привет. Привет, зрители. И сегодня, на самом деле, действительно большое событие в нашей компании, потому что это новый виток, на самом деле, показан новый виток развития нашей компании. Как бы апгрейд получается, да? Ну, ступенька или как? Как вы это воспринимаете? Это новый шаг. А. То есть это не апгрейд, ничего, не даунгрейд, потому что тем более, это просто новый виток, то есть мы показали действительно что-то новое. В рамках новой X, назовем ее так, концепцией, мы показали три новых устройства. Это Xperia XA, собственно, сам Xperia X и Xperia X Performance. Также мы показали устройства, которые относятся к новому направлению, так называемые IoT-устройства, это Internet of Things. Ага, интернет вещей. Да, интернет вещей. Это гаджеты, которые взаимодействуют по сети непосредственно со смартфоном, либо даже без него. И сами собой. Да, и сами собой, да. И предназначены для того, чтобы улучшить наш жизненный опыт, помочь нам сделать жизнь интереснее и проще. Вот. В рамках этой концепции мы представили, извините за каламбур, три концепта. И одно реально выпускаемое устройство, это Xperia Ear. Это специальный наушник. Очень важно отметить, что это не гарнитура, это именно помощник, наушник-помощник, который создан специально для того, чтобы вы получали информацию, минуя смартфон напрямую, скажем так, к мозгу. Откуда? От холодильника? Нет. От смартфона. Так. Но при этом вы не отвлекаетесь от того, чтобы использовать. А, он не ваш канал работает? Нет, нет. Тогда как? Секунду. Объясни. Вы вставляете его в ухо. Так. Вот сюда вот. Да, да. Вот. Естественно, по Bluetooth он сопрягается со смартфоном. Но для того, чтобы получить какую-либо информацию, вам не нужно доставать аппарат. Так, например, если придет WhatsApp сообщение, он скажет, сообщение WhatsApp на русском языке. Так. Прочтет его и предложит, что вы хотите сделать. Вы можете ответить. Там, ответ. Голосовой ассистент. Да, голосовой ассистент, но при этом подсказывается, там, допустим, расписание вашего дня. То есть, какие-то там важные встречи вы не пропустите, потому что будет напоминание. Какие-то дорожные ситуации, естественно, там, входящие вызовы. То есть, это концепция смарт-часов только в ухо. Так я понимаю? Да, да. И при этом вы никуда не смотрите. Вы... Я понял. Не отвлекаешься. Вы не отвлекаетесь на то, чтобы смотреть в устройство. Это что, когда будет в продаже, сколько будет стоить? По цене я не могу сейчас дать какие-то комментарии, особенно по цене в нашей стране. Потому что мы живем не в самое простое время. Это точно. По цене мы, скажем, ближе к лету, когда, собственно, в начале лета, в июне все эти устройства будут запускаться. Понятно. То есть, мы живьем увидим ближе к лету? Ир, да, он появится летом. Хорошо. Да. Миш, меня, конечно, больше всего, я думаю, что нас всех больше всего интересует то, что лежит у нас на столе. Все-таки это новая буква в модельном ряду Sony. Так я понимаю? Теперь у нас появилась буква X. Не совсем так. А как? А линейка Z, она пока... Остается? Она пока остается. Ну, то есть, флагманы... Это флагманы. То, что мы видим сейчас, там, Z3 продается у нас, серия смартфонов Z5. Это все флагманы прошлых лет. Так. Сейчас у нас есть линейка X, и линейка X это будет флагман 2016 года. Значит ли это, что Z6 мы не увидим? Возможно, мы увидим. Ничего исключать нельзя, но пока такой модели не представлено. Понятно. То есть, фактически новый флагман... Новые флагманы это X... Это X-Performance, так я понимаю? То есть, можно воспринимать его как флагман? Да. Как главный продукт 2016 года. Чем отличаются эти устройства? Есть ли какие-то внешние отличия? Или они похожи на предыдущую линейку? И чем отличаются они внутри? Они отличаются, естественно, в рамках новой концепции. Мы переработали дизайн, материалы и интерфейс наших устройств. То есть, давайте вот на примере X. Нет, вначале я расскажу так. Все три аппарата, они базируются... Ну, как, не базируются, они с дисплеем 5 дюймов. Так. Это некоторый такой стандарт, который, на наш взгляд, обеспечит пользователю максимальный конкорд при использовании... 4,7, 5,5 в X-ах не будет? Нет, это не значит, что не будет. Это значит, что сейчас нет? Да, это значит, что именно сейчас нет. В будущем, возможно, естественно, будут... Мы выпускаем смартфоны в различных форм-факторах. Соответственно, пользователи смогут, может быть, смогут в будущем увидеть какие-то X-устройства с меньшей или с большей диагональю. Вот. Но текущая линейка, точнее, представленная линейка, она базируется на... Ну, как-то, если так можно сказать, базируется на экранах... Ровно 5. 5 дюймов ноль. Давайте посмотрим на примере смартфона Xperia X. 5 дюймов. Новые материалы. Это рама, сделанная из металла. Все элементы, они имеют слегка выпуклую форму. Точно так же, как и дисплей. Дисплей сделан под технологией, так называемой, 2,5D, когда края немножечко загрублены. То есть, получается, смартфон очень эргономичный, очень гладкий и приятный на ощупь. Вот. По разрешению. Разрешение у XA Full HD. Экран действительно очень интересный. Как вы можете видеть, используются уже новые темы оформления. Это один из новых элементов, которые вы увидите в аппарате. Их действительно очень много. Их больше сотни. Ну, элементарно даже иконки у нас все стали круглые. То есть, теперь кастомизировать можно и внешний вид, тоже довольно глубоко. Нет, ну, нет. Иконки вы кастомизировать не сможете, но наши стандартные иконки, которые вот мы предостанавливаем в приложении, грубо говоря, немножечко вернусь назад, в интерфейсе переработано практически все. А, просто перерисовали в сам подходе? Перерисовали, да. Некоторые появились новые фишки, например, как Xperia Tips. Это Xperia Советы. Это специальная такая функция телефона, которая предлагает использовать определенные функции в определенных условиях. Например, вы вышли на улицу, холодно, и телефон автоматически предлагает вам использовать режим в перчатках, чтобы вы никуда не лезли, не одевали перчатки и так далее. Одно нажатие на экран, все, телефон понимает нажатие перчаток. Это действительно удобно. Либо, например, вы часто пропускаете звонки, и смартфон предложат вам воспользоваться автоответчиком, записать какое-то послание для того, чтобы все звонки записывались. Подстроиться под вас, разгильдяя. Да, да. То есть и таких советов очень и очень много. Это действительно очень удобно. Характеристики все-таки. Вот мы говорим про Xperia X. Я смотрю, что здесь кнопочка такая же, как на Z-серии. Да. Здесь есть сканер, да? Сканер отпечатков пальцев присутствует на X, на X-Performance, как на лидирующих моделях. Он емкостной. Вы можете его использовать. Емкостной используется на большинстве смартфонах, которые... Емкостной тип сканера отпечатков пальцев используется на большинстве смартфонов, выпускающихся сейчас на рынке. Внутри находится чипсет компании Qualcomm Snapdragon 650. 650. Да, он недавно анонсирован. Это шестиядерник. Это, получается, устройство как бы среднего уровня. Так я понимаю. Да, ну вот если смотреть просто, чтобы наш зритель лучше понял, есть, допустим, Z5 и Z5 Compact. И X, он где-то посерединке. Ага. Но при этом он позволяет испытать именно тот самый непередаваемый опыт использования устройств Sony. Все необходимые там возможности с камерами, они здесь присутствуют даже в большей степени, потому что впервые мы представляем так называемый предиктивный гибридный автопокус. Что это значит? Это значит то, что, во-первых, эту функцию мы разработали совместно в тесной кооперации с нашими коллегами из отдела камер Альфа. Это специальный алгоритм, который позволяет понимать, где будет находиться в следующий момент объект съемки. То есть это не следящий автофокус, а угадывающий автофокус? Да. Но есть гибридный автофокус, который следит, и есть предиктивный, который угадывает. За счет этого, что дает это потребитель? Потребитель это дает уверенность в том, что... Объект будет всегда четким. Да, четкий, не размазанный. Да, это действительно очень здорово. Вот. И раз мы уже заговорили о камере, то сразу же отмечу. 23 мегапикселя основная. Такая же, как на Z? Да. На Z5. Z5? Да. Именно тот же самый модуль там используется. И фронталка 13 мегапикселей. А, фронталка 13 теперь. Это у X и у X Performance это 13 мегапикселей. То есть селфи в порядке? Селфи отлично. Еще вот на стенде у нас даже есть специальная будка, где можно... Селфи мат. Да. Где... А будка-то темная, и в этой темной будке можно сделать действительно хорошие... Светлые селфи. Светлые селфи, добрые, да. Оперативки? 3 гигабайта. В X Performance их тоже 3 гигабайта. Это в XA 2 гигабайта. По памяти, еще раз уже не заговорили, сингл-сим-версия в X это 32 гигабайта, а дуал-сим 64 гигабайта. Но сразу же отмечу, что в X и в X Performance используется гибридный слот. То есть вторая симка может поменяться на карточку памяти? Да. Окей. Соответственно, наносим, либо microSD. Ну, я имею в виду симки формата нано. Да, да. Наносим, либо microSD. Но, опять же, скажу, что в X Performance и в X, в Dual SIM версии памяти больше, чем в сингл-сим. В сингл 32 гигабайта настроенность, здесь 64 гигабайта. Чтобы закончить с обычным X аккумулятор, какой емкости, какие у него характеристики? Аккумулятор 2620 мА и поддерживается технология быстрой зарядкой Quick Charge от Qualcomm. Но также хочу отметить то, что есть в партнерстве с компанией Qnova, есть специальная разработка, с помощью которой вы можете бережно, зарядка более бережно будет обходиться с аккумулятором вашего смартфона. То есть она адаптируется как-то под что? Какие характеристики? Она адаптируется именно под самого пользователя и его образ жизни. Например, ночью вы, когда ложитесь отдыхать, смартфон на основе нескольких дней использования аппарата поймет, что вы ночью, допустим, 8 часов трогать не будете. Не будете использовать именно в зарядке. И тогда ток будет поступать специальным образом и распределяться в аккумуляторе. Там сложный технический процесс, к сожалению, мне сложно его объяснить, потому что я не физик. А если придется быстро это взять с зарядки, получается аппарат за меня решил, что он растянет удовольствие? Да, тут есть такой момент, но он все-таки на различные сценарии. То есть если вы будете часто перетыкать, допустим, в той же самой ночью, то он поймет, что нужен быстрый выброс энергии. Пользователь может как-то вмешаться в этот алгоритм? Или он на усмотрение аппарата? Нет, на усмотрение аппарата он включен. Я помню, что на серии Z Sony декларирована именно не емкость аккумулятора, а то, что они до двух суток будут работать. Это осталось? Да, здесь это осталось. То есть мы как бы не гарантируем, а устройство может работать до двух дней без подзарядки при условии использования наших энергосберегающих режимов в X и в XA. В перфомансе у нас аккумулятор 2700 мА, но он будет работать чуть меньше, чем в 2 дней. Почему там чипсет мощнее или какие другие причины? На самом деле емкость аккумулятора в X и в X Performance она незначительно отличается. В X это 2620 мА, в перфомансе это 2700 мА. Он отличается по чипсету. Здесь используется более мощный и производительный чипсет 820. А, ну то есть это флагман уже? Да, это флагман. Это абсолютно верно заметил. Это настоящий флагман. И именно за счет более энерго... ну, емкого чипсета, если так, да. Более требовательного, более мощного, да, понятно. Оперативки тоже 3, памяти 32 в сингл и 64 в дуал. Абсолютно верно. Ага. Так, камеры те же, дизайн тот же, сканер там же все то же самое. Но перфоманс единственная из трех представленных моделей, которая полностью защищена от попадания влаги. По стандартам... Ах, вот оно что? Вот эти штуки у нас не защищены. То есть, вот здесь вот мы заявляем защиту IPX2, ну это брызги. Брызги. Да, минимальная защита, но она все... Здесь можно купаться, как на Z-ках предыдущих. Да, да, но все равно лучше на самом деле не купаться, а как бы иметь дополнительную возможность уберечь свой аппарат от попадания влаги при нестандартных ситуациях. Там облили душем, взяли сильно мокрыми руками, попали под дождь и так далее. Я обратил внимание, что вот этот аппарат XA, он как-то отличается по экрану. Да, здесь можно, я надеюсь, зрители видят, если все три аппарата показать так, то XA сразу же выделяется тем, что у него очень интересный дизайн. Он гораздо заметней, скажем так, уже, чем X и X Performance, за счет того, что у него используется уникальный безрамочный дисплей. Выглядит это очень эффектно и очень здорово. Да, он даже, по-моему, на полсантиметра уже, действительно. Да, ну не на пол, но... Миллиметра на 3-4. Миллиметра 3-4 он уже, чем тот же самый X. Выглядит это очень эффектно, очень классно. Обратите внимание, что, несмотря на то, что используется безрамочный дисплей, толщина X и XA, она одинаковая. 7,9 миллиметров. А почему все так не сделали? Все, ты имеешь в виду, почему... Ну почему безрамочный дисплей не сделаешь все остальные, вроде уже кайфово? Потому что мы решили выделить эту модель. Мы сделаем специальную такую возможность для пользователей, которые решили приобрести мобильный телефон в среднеценовом сегменте, чтобы они получили... Вау-фактор. Да, вау-фактор. Понял. Это аппарат среднего ценового сегмента. Что с характеристиками? С характеристиками отнюдь не средние, должен я заметить. Во-первых, чипсет мы используем, топовое решение от компании Mediatek 2015 года. Это премиальная линейка чипсетов серии Helio. X10. X10, да. Это отличный чипсет, восьмиядерный. Да, да. 2 гигабайта оперативной памяти. 16 гигабайтов. 2 гигабайта. 2 гигабайта. Памяти 16. 16 встроенной на Single SIM и Dual SIM версию. Так. Но здесь не используется гибридный слот, поэтому в любой версии... Отдельный самостоятельный microSD, да? Да, да, в любой версии. А карточки какой емкости поддерживаются? Все три аппарата, до 200 гигабайт. До 200 гигабайт карточки. Да. Так, а что у нас по поводу камер здесь? Камеры тоже отнюдь не средние. 13 мегапикселей основная камера и восьмерка фронталка. А здесь используется вот этот следящий, предиктивный автофокус? Нет, нет. Это все-таки заслуга более высоких аппаратов. Да, это заслуга более топовых моделей. Но здесь есть уже, можно так сказать, простой гибридный автофокус, который отличается быстрой наводкой. Скажи, пожалуйста, по поводу аккумулятора и автономности. Что здесь? 2300 мА аккумулятор и до двух дней без подзарядки будет работать по устройству. И, насколько я понял, он у нас без сканера? Да, без сканера, потому что все-таки всегда мобильный телефон – это некоторый компромисс. Естественно, можно было бы здесь, например, сделать и оперативной памяти побольше, и чипсет сделать. Ну, я так понимаю, что вы хотите все-таки в цену попасть. Да, мы хотим сделать действительно хорошее предложение для конечного потребителя. Именно поэтому здесь есть некоторые компромиссы. Но я считаю, что вот эта кнопка, она хорошо запомнилась. Ну, по предыдущим Z, да. Скажи, здесь металл по контуру, да? Нет, здесь пластик. А, это все пластик? Да, это все пластик. Садняя стенка у него пластиковая. Обратите внимание, кстати, на цвета. То, что у нас используется новая палитра и два новых цвета – это золотой лайм и розовое золото. Это новые цвета. Есть также вот графитовый черный и еще есть белый аппарат. Вот. И также очень важный момент по дизайну, что все цвета, вне зависимости от моделей, также имеют фронтальную... Дубль, то есть цвет задника совпадает с цветом фронтальной части. Хорошо, по поводу сроков и цен, что скажешь? Единственное, я могу сказать точно по срокам – это начало лета, это июнь месяц. А, ну, то есть вот сейчас март, апрель, май, пока... Да, пока у нас есть замечательная Z5 линейка. Все остальные аппараты, там, C-серия, M-серия продолжают продаваться, да? Да, естественно, никто у нас там ничего не уходит. Фактически это просто новая буква, которая вот предложена Sony в качестве еще, как бы, еще одной серии, что ли, устройств, так? Ну, не совсем. Уже, как бы, мы отвечали на этот вопрос. Все-таки тогда давай просто, чтобы до конца я понял и до конца поняли те, кто нас смотрит. X – это новые флагманы, то есть Z у нас пока остается в лице техочек флагманов. По крайней мере, до лета, да? По крайней мере, да, до лета у нас будет Z-серия, но, скорее всего, в будущем мы будем идти вместе с серией X в качестве флагманов. Хорошо, Миш, в принципе, все мне понятно. Спасибо большое, я думаю, что интервью в таком виде тоже понравилось вам так же, как и мне. И спасибо большое, что уделил нам время. Спасибо большое, Андрей. Удачи. Спасибо большое всем друзьям. Пока.